Здарова всем, с вами Мануэль. На днях вышло обновление на одно приложение для мобильных устройств, которое называется Dead Soul. Пару месяцев назад я уже снимал видео по этой игре, где мы пытались разобраться в игровой механике и сюжете. Сейчас же я бы хотел рассказать про обновления. Например, добавлены новые персонажи и квесты, добавлено обучение и выбор имени персонажа. Теперь энергию можно восстанавливать посредством отдыха, а не только покупая энергетик. Изменение старых и добавление новых концовок, изменение баланса игры и другое. В этом видео я постараюсь на всё это посмотреть. Ссылка на группу разработчика будет в описании. Ну и вопрос на это видео. Как зовут пленённого военного на базе сталкеров в Сталкер Чистое Небо? Приятного просмотра. Ну что же, друзья, здравствуйте. Продлагаю сразу без лишних вступлений нажать «Новая игра» и поехали. Чтобы особо не заморачиваться, пожалуй, выберем опытный, да и дело с концом. Продисторию я пропустил. Думаю, кому интересно, могут посмотреть первую часть моего. Первый взгляд назовём это. Ссылка будет обязательно в описании, может быть и в комментарии её вставлю. Но там более ранняя версия 1.0, я полагаю. Конечно, можно поиграть, но было немного скучновато, о чём я, собственно, и рассказал. Посмотрим, что нас ждёт здесь. Я перечислил в начале видео изменения и обновления, которые появились в новой версии. Ну и нам остаётся только поиграть, посмотреть. Здорово, что интересует? Тут недавно группа военных сталкеров проходила, ты о них ничего не слышал? Может, и слышал. Как зовут-то тебя? Зовут меня Кабачок. Ясно, я там что-то пропустил за одну услугу, что нужно сделать. Мне тут флешку одну с очень важной информацией несли, но не донесли. Сталкер, который мне её нёс, пропал где-то в районе ЖД моста. Примерные координаты я тебе дам, найди его и забери у него флешку. У живого или мёртвого забери, понял? Принесёшь флешку, я расскажу, куда военные сталкеры отправились. Хорошо, но не спеши, я вижу, ты в зоне недавно. Давай я тебе расскажу, что тут и как. Я всё знаю, на самом деле, Сидорович, ну хорошо. Карты локации, по ней ты можешь перемещаться, нажимая на соответствующие точки. Красные. Это аномалии и блокпост военных. В аномалиях ты можешь найти артефакты, которые можно продать за неплохие деньги. А вот на блокпост военных вообще не советую ходить. Убьют и даже имени не узнают. У них приказ уничтожать всё, что из зоны лезет. Синяя точка — это переход на другую локацию. Но с твоим снаряжением тебе туда идти рано. Переходы открываются не сразу, и узнать о них можно у других сталкеров. Оранжевые точки — это безопасное место. Хотя говорят, что на АТП бандиты обосновались. Но точной информации по этому поводу ещё нет. Вот, в общем-то, и всё, что касается карты. Ещё у тебя есть ПДА. Открыть его ты можешь, нажав на соответствующую иконку в левом углу. Ага. Это твой ПДА. Полезная штука. Выжить помогает. Здесь ты можешь узнать информацию о своих основных задачах и о своём состоянии. Также здесь есть статистика, в которой тоже много информации. Ммм, полезная статистика всегда нужна. Кроме всего этого, через ПДА ты можешь вылечиться и избавиться от излучения. Или восстановить силы. Свою энергию ты можешь восстановить, купив энергетики или отдохнув. Теперь по поводу аномалий. В аномалиях, как я говорил, можно найти артефакты. Но аномалии опасны. Во время поиска твой огранист получает облучение от аномалии. Ещё возле аномалий часто обитают мутанты, которые могут убить сталкера, если у него нет хорошего снаряжения. Поэтому будь осторожнее. Когда идёшь искать артефакты. И не забывай следить за счётчиками облучения и здоровья. Ну, думаю, с остальным ты и разберёшься. Удачной охоты, сталкер. Короче, нам дали какой-то квест. Я прав? Давайте нажмём на ПДА. Почему-то он не нажимается. Ты чё, сука, дура? Сталкер мёртв. Вот флешка. Хорошо, что свою часть сделки ты выполнил. Теперь моя очередь. Группа военных сталкеров, которую ты ищешь, пробыла на кордоне недолго. Они были какое-то время возле блокпоста вояка. Потом отправились в сторону свалки. Что с ними произошло дальше, я не знаю. У меня там есть знакомый. Его пророком все зовут. Спроси у него. Думаю, он знает, куда они дальше отправились. Спасибо за информацию. Удачи. Всё. Она там у нас была. У меня уже там своя схема была, как добывать артефакты. По которой я, собственно, и действовал. Но тут я уже чё-то всё подзабыл. Ну ладно, не страшно. У нас есть два квеста. Поговорить с пророком и улучшить снаряжение. Для начала надо улучшать снаряжение. Для этого мы пойдём по аномалиям. По-моему, вот эта аномалия самая топовая. И тут я мог добывать реально интересные артефакты. Нажимаем ещё раз поиск. Артефакт вывер. Деньги плюс 800. То есть артефакты сразу продаются. Тут же непонятно кому, да. Но мы получаем за это деньги. Облучение 12, энергия 70, здоровье 85. И при каждом клике отнимается определённое количество единицы энергии, здоровья или прибавляется облучение. Всё, в общем-то, просто. Я, пожалуй, пропущу, как я буду фармить деньги, ибо это никому не интересно. И всё. С помощью аномалии я нафармил какое-то количество средств. Как видите, деньги 26 700 рублей. И вроде бы как за 25, что ли, тысяч у техника на ферме, которого зовут Кулибин, это всего лишь 8 тысяч стоит. Представляете, ещё лучше. То есть я могу сразу прокачать себе урон плюс 40, броню плюс 40. И по-хорошему я бы ещё вкачал урон плюс 40, потому что он очень-очень важен. Итого, что мы имеем теперь. 96 урона и 45 брони. Неплохо, но мало. У тех же кабанов 156 урона, что странно. Но деньги, как понимаете, надо подфармить. Давайте я покажу, что ли, каким образом я фармлю деньги. В принципе, тут одна система. Я думаю, что она самая гладкая и идеальная. Фармить деньги именно добыванием артефактов. Значит, смотрим, что у нас под данным. Все показатели отличные. 100 энергии, 100 здоровья, 0 облучения. Нажимаем на аномалию. Собственно, прокликиваем поиск. Тратим всю энергию. За один раз тратится 10 энергии. Всю энергия 0. Здоровье 50, облучение 40. Но не стоит бежать и сразу покупать аптечки, энергетики и антирады. Смотрим данные. Достаточно просто поотдыхать. Отдых у нас бесплатен и прибавляется по 5 энергии. Набираем, опять-таки, нужное количество энергии. Допустим, до 100. Очень быстро я набрал. Видите, вместо того, чтобы 1000 рублей тратить на энергетик. И у нас все еще 50 здоровья, 40 облучения, но теперь 100 энергии. И я снова ищу, уменьшая здоровье до 5. Дальше не пойду, потому что умру. И все. Теперь иду и уже покупаю аптечку и антирад. Энергию также восстанавливаю с помощью кемпинга. Отдохнули вы, отдохнули вы, отдохнули. Единственное, что можно было сделать, отдых только на базах, например, а не где угодно. Ну, либо какие-то там точки с кострами, знаете, добавить. И только вот на них нажимаешь и отдыхать, а то, ну, не знаю, что я посреди поля боя так могу сесть, отдохнуть. Еще немного я себе приподнял урон. Увидите, 176, броня 85. И думаю, почему бы нам не сходить на АТП, посмотреть, что там. Там, говорили, засели бандиты, и что, может быть, они мне дадут какой-нибудь квест или что-нибудь еще. Змей-бандит. Обана, какие люди. И кто же это тут у нас? Да я мимо проходил. Понятно. Ну, а теперь все свои деньги давай сюда, иначе ты труп. Ладно, вот мои деньги, или иди нафиг, не отдам атаковать. Есть у меня на выбор два варианта. Интересно посмотреть оба, поэтому давай, для начала забери деньги. Ну, а теперь вали отсюда, пока мы добрые. И это все, да? О, и, значит, когда я второй раз подхожу, он опять у меня просит деньги, да? На вас напали. Атаковать, дурачка. У него урон 66 всего лишь. Ну, копейки, совсем копейки, тогда как у меня урон, посмотрите-ка, 176. Атаковать. Бой окончен, вы победили. Награда за бой, опыт 100, деньги 300. На вас напали. А, так ты еще не один, ты с братками, да? Вы защистили АТП, теперь это территория сталкеров. Нормально, только я потратил деньги, потерял, да? Деньги 6000 у меня было, ладно, не страшно, не будем за это рвать свою пятую точку. Может быть, с Сидоровичем можно поговорить? Тебя что-то интересует, расскажи о себе. Нет, о себе меня рассказывать не надо. Кому интересно, сами скачайте игру, прочитайте все эти лорные фишечки. Волк, что ты мне скажешь? Здравствуй. Могу работу предложить, денег заработаешь, заодно и опыта немного наберешься. Ну, рассказывай. Ты же знаешь, что такое артефакты? Ну, да. Хорошо. Мне нужен один артефакт, его вывертом называют. Если перенесешь мне такой арт, то заплачу 4000 рублей. Хорошо, поищу его. Найти его можно в любой аномалии на кордоне, но быть осторожен, возле аномалии часто мутанты бродят. 4000 рублей, и это неплохие деньги. Хорошо. Значит, мы получили квест. Теперь я вижу деревня какого-то алхимика. Не помню, был ли он раньше, в прошлой версии, скорее всего, нет. Да. Говорить. Один сталкер, Серега, отправился на АТП. Он передал, что ты зачистил АТП. Спасибо тебе, сталкер, выручил ты нас. Вот, возьми, думаю, тебе это пригодится за то, что разобрался с бандитами АТП. 8000 рублей, неплохо. Вот, почему не было алхимика, потому что в прошлый раз я АТП не зачищал. Я что-то соковал. Ты даже, знаете, не то чтобы соковал, просто было как-то лень. Что у меня теперь по деньгам? 8900. Можно еще что-нибудь поднять, и, конечно же, я подниму урон. Потому что урон важен, и он у меня еще даже не выше, чем у кабанов, в которых 196, вроде бы, как урона. Броня? Да, броня тоже важна, как-нибудь ее подниму при случае. Что мы в итоге имеем? 216 урона у пацана. Неплохо, хороший хабар. А что теперь у нас на АТП? Тут какой-то сталкер, Сергей. Здравствуй, мне рассказали, как ты в одиночку АТП зачистил. Уважаю. Меня, кстати, Серега зовут, я охотник местный. Если нужна будет работа, то обращайся. Хорошо. Ну, давай мне работу. Здравствуй. Какую работу ты можешь мне предложить? Убить трех собак, убить кабана. Я сейчас занят. Я не знаю, где собаки, потому что собаки мне еще, по-моему, не попадались, только плоти и кабаны. Допустим, убить кабана. Зиверья развелось вокруг много. Если убьешь кабана, то я заплачу 2000 рублей. Готов выполнить это задание? Да. Кабаны обитают у аномалий, которая находится возле базы сталкеров, так что ищи их там. Хорошо. То есть собаки у нас расположены возле деревни новичков. Я понял. Ермак. Говорить. Здравствуй. Что интересного расскажешь, сталкер? Я устал и сейчас всю ночь из глубин зоны до кордона шел. Мне бы отдохнуть. Понятно. То есть он спустя какое-то время будет доступен. Собаки вот возле этой аномалии обитают. Я понял. А что вот у нас на этом блокпосте военных, вам лучше не знать. Но если нормально прокачаем урон, может быть я и схожу. Окей, значит у нас есть два квеста. Под данным все хорошо, давайте сохранимся. У нас есть два квеста. Первый это убить кабана, которые попадаются в этой аномалии. Как видите, сейчас нет. Второй квест это найти артефакт выверт. Хорошо, давай попробуем. Вот сразу же выверт нашел нормально. Для деревни пойдет. Ну и наверное схожу я на кордон. Сразу отдам волку этот самый артефакт. Артефакт нашел. Молодец, вот обещанные деньги. Опыт 500, деньги 4 тысячи. По-моему, насколько я знаю, опыт практически ничего не дает. Может быть еще мне даже какой-нибудь квест? А что тут интересного может быть? Опять-таки, всякие лорные моменты. Кому интересно, сами прочитайте. Больше он квестов не дает. Давайте сходим на базу военных, посмотрим, что у нас там. А тут у нас БТРчик, у которого здоровье... Что? Здоровье 4 тысячи? Урон 6 тысяч? Вы что, с ума что ли сошли? Как я его... Это бред просто. Ну атаковать. Бой окончен. Ну оно и понятно. Я не знаю, может тут есть какой-нибудь РПГ или что-то в этом духе, но... Это реально бред. Немного я ошибся, у кабана 152 урона. Я надеюсь, он меня сейчас не убьет, у меня урона намного больше. Да и броня есть. Атаковать. Бой окончен, вы победили. Награда за бой 100. И теперь мы можем возвращаться к охотнику Сереге. Говорить. Выполнил задание. Да, молодец, вот твоя награда. Если нужна еще работа, то обращайся. Хорошо. Деньги 2000, это неплохо. Что еще за работа? Три собак. Опять-таки кабана. То есть можно так фармить денюжки, я так полагаю, да? А что за убить трех собак? Заплачу 3000 рублей. Нет, пожалуй, я откажусь. Хорошо, я выполнил один квест. Может быть, Ермак со мной заговорит? Давай потом поговорим. Ну ладно, Ермак, до свидания. Урон 256, броня 85. В принципе, я уже могу пойти на свалку. Что я вам предлагаю сделать? Я же не смогу БТР замочить там 6000 урона. Вы что, прикалываетесь, что ли? Поэтому погнали. Ну, вот мы и на свалке. Тут также есть две аномалии, несколько точек. Начнем, пожалуй, с кладбищей техники. Тут какой-то у нас есть сталкер. Говорить, бес. Привет, сталкер. Ну, ты как раз вовремя. Нам сейчас нужна твоя помощь. Бандитская трезь и пытается получить контроль над свалкой. Здесь полчаса назад была драка. Троих уродов положили. Остальные братки отступили. Но явно вот-вот вернутся под креплением. Нас мало и лишний ствол не помешает. Продолжай. Мы им тут устроим засаду. Они пойдут со стороны агропрома с запада. Если поможешь нам уничтожить их подкрепление, то я в долгу не останусь. Хорошо, разумеется, я помогу. Отлично. Бандитов ждать не пришлось. Бой начался жестокий. Меняя укрытие, я заметил, когда бандиты пытаются обойти нас со спины. Я начал стрелять по ним, но им удалось укрыться за ржавым автобусом. Спасибо, друг, ты нам очень помог. Деньгами возьмешь благодарность? Возьму, разумеется. Держи. На поправку здоровья. Спасибо. 3000 рублей. Не так уж и мало. Расскажи о себе. Опять-таки, можно какие-то лорные моменты прочитать. Если кому-то интересно, читайте. Я же теперь пойду в депо. Что нас тут ждет? Тут целых три сталкера. Аутист. Артист, то есть, простите. Давайте с ним сразу и поговорим. Здравствуй. Есть работенка для меня? У меня есть крупные заказчики за пределами зоны. Понятно, принеси артефакт. Мне нужен ночная звезда. Давай, берусь. Хорошо, один квест-то и можно выполнить. Потом курьер есть говорить. Здравствуй. Может, слухи какие интересные слышал? Понятно. Слухи меня не интересуют, курьер. Спасибо большое. Есть пророк, с которым мне и надо поговорить. Здравствуй, сталкер. Здравствуй. Волк сказал, что возможно ты что-то знаешь о группировке военных сталкеров, которые недавно были на свалке. Да, я видел их. Им наемники засаду устроили, но они отбились. Правда, не без потерь. Двоих убили и еще одного ранили. А где они сейчас, не знаешь, и что с убитыми сделали? Убитых они зачем-то с собой взяли и направились в сторону Агропрома. Больше я о них не слышал. А как на Агропром попасть? Дорога на Агропром находится недалеко отсюда. Но ее перекрыли бандиты. Я и сталкеры с депо хотим освободить дорогу, но одним и не справимся. Поговори с бесом, он лидер сталкеров у стоянки брошенной техники. Если они согласятся нам помочь, то мы сможем переследовать бандитов, охраняющих дорогу на Агропром. Бандиты перекрыли дорогу на Агропром. Сталкерам с депо нужна ваша помощь, чтобы уничтожить их. Хорошо, мы вам поможем. Вот так вот просто, да? Все уже забрались с депо, готовимся к нападению бандитов. Я надеюсь, моего урона мне хватит. Моя задача была устранение бандитов, которые были возле старого вейпоезда. Через несколько минут монопали на них, монопали на противника. Что у тебя по урону? 210. У-у-у. Нормально, неплохо так, но у меня побольше будет, между прочим. Я умер, реально? Урон 209, у меня урон 296. Это практически на сотню больше, и я не должен никак слиться. Вы умерли. Ну что ж, друзья, я поднял себе еще немного урона. Теперь у меня 336. Также я поднял броню. И теперь, кстати, эта аномалия оказалась профитнее, чем та, что на кордоне. Потому что с той, что на кордоне, могут выпадать артефакты Медузы за 400 рублей. И выверт за 800. Тогда как тут, ночная звезда за 600, и выверт за 800. Ну то есть, профитнее. Это все понятно. Теперь идем к Пророку, снова с ним говорим, что все готово, и все в сборе. Идем на этот раз атаковать бандитов, у которого 215 урона. Тогда как у меня 336, и еще и броня 125. Я не могу сейчас проиграть абсолютно никак. Вы победили, но оно и понятно. По-другому быть не могло. Свою задачу я выполнил. Бой закончился нашей победой. После боя все отправились к депо. Все, теперь дорога на Агропром открыта. Удачи, сталкер. Получена награда, опыт плюс 1000. Что дает этот опыт, ребятки, я понятия не имею. Продолжение следует... Продолжение следует...